МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санкции данных частей статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сводка криминальных происшествий за неделю. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 113 сообщений о происшествиях. Кукольный спектакль «Новогодние приключения Маши Медведя» в Десногорской музыкальной школе. Если бы я смотрела такое, тогда бы мне очень сильно понравилось. Нежелание десногорцев соблюдать действующие в городе законы рано или поздно оборачивается против них самих. 20 декабря на заседании административной комиссии было рассмотрено 13 протоколов о нарушении правопорядка. Денежные штрафы и не самая приятная беседа с членами административной комиссии. Это ждет многих нарушителей городского порядка. В этот раз было рассмотрено 13 протоколов по традиционным для Десногорска правонарушениям. Это неправильная парковка и несоблюдение тишины в ночное время. На заседание комиссии пришло шесть нарушителей. Личное объяснение и раскаяние в некоторых случаях помогают отделаться предупреждением. Задача комиссии в первую очередь – это дисциплинарная беседа, а не назначение денежных штрафов. Если вы понимаете, что вы совершили и раскаиваетесь совершили административное правонарушение, и впоследствии вы обязуетесь, можно сказать, следить за вот этой статьей, я предлагаю вынести предупреждение на первый раз. Из 13 протоколов 11 были по нарушению требований благоустройства. Остальные – шумы в ночное время. При этом не всегда граждане соглашаются с решением комиссии. В их праве обжаловать постановление в суде, что некоторые и делают. В связи с тем, что решение административной комиссии было вынесено законно и обосновано, мы, административная комиссия, направили свои возражения на данные жалобы в Десногорский городской суд. В результате, оценив все доказательства в совокупности, суд принял решение. Постановление административной комиссии от 22 ноября оставить без изменения. И жалобы безрубствуем. Тем самым, законность применяемых административной комиссией мер судом была признана. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Более 30 случаев краж из автомашин. Такой послужной список правонарушителей Смоленска. Мужчина последние месяцы промышлял хищением личных вещей авторюбителей и в итоге был пойман полицией. Подробности далее. С начала ноября в дежурные части Смоленска стали поступать сообщения от граждан о кражах из автомобилей. Как правило, потерпевшие сообщали похожую информацию. Кражи из машин были завершены в ночное время во дворах жилых домов. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленника задержали на одной из улиц Смоленска. С какой целью право сейчас совершали? С жилой с финансовым состоянием. Как это получилось? С жилой состоянием в финансовом? Ну, удачный бизнес из-за очень больших проблем. Неработающий Смоленин 91-го года рождения сознался в содеянном. Своё финансовое положение он надеялся поправить добычей из салонов автомобилей. Это содержимое сумок, барсеток и кошельков. Ущерб по каждому случаю составлял от 2 до 100 тысяч рублей. В отношении него подразделениями Следственного управления МВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 и 3 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 113 сообщений о происшествиях. Из них 9 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 83 административных правонарушения, в том числе 53 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 12 человек. В субботу 21 декабря в Десногорской детской музыкальной школе прошла премьера кукольного спектакля «Новогодние приключения Маши и Медведя». На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Кукольный театр – это особый вид искусства. Весь спектакль зависит от самого главного в нем человека – актера-кукловода. Он должен обладать хорошими артистическими данными, поставленной сценической речью и многими другими актерскими качествами. Благодаря Совету женщин города Десногорска у юных ребят появилась возможность обучаться такому мастерству в нашем городе. В 2018 году проект «Творческое воспитание детей через кукольный театр» стал победителем конкурса на получение гранта президента по развитию гражданского общества. После чего был поставлен музыкальный спектакль «Колобок», с которым театральная труппа выступила на фестивале «Маленькие шедевры» и заняла почетное третье место. На этом совет женщин не стал останавливаться и продолжил свою работу. «Мы решили попробовать написать заявку на конкурс субсидий, предоставляемых Департаментом внутренней политики Смоленской области. И вот на эти выделенные средства мы поставили новогодний спектакль «Новогодние приключения Маши и Медведя». Тот же состав, те же дети». Премьера новогоднего спектакля собрала полный зал гостей. Дети и их родители с удовольствием наблюдали за театральным представлением. Ожившие в руках артистов куклы общались не только в форме диалога, но еще и исполняли всем известные песни. К данному спектаклю артисты готовились 4 месяца. За этот период им нужно было выучить много текста и, конечно же, показать по максимуму свой актерский талант. Все дети, которые стали артистами кукольного театра с самого начала его основания, до сих пор продолжают с удовольствием ходить на занятия и совершенствовать свои актерские навыки. Но после многочисленных репетиций радуют зрителей вот такими замечательными и добрыми выступлениями. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска погоди. 24 декабря в Десногорске облачно, возможен дождь. Температура днем плюс 8, ночью плюс 4. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин